здравствуйте дорогие друзья вы на канале садурский сад с вами алена сегодня обозреваю часть переходного розария его светлую часть начинает эту светлую часть роза крема банденс первая пышная волна цветения уже прошла это остатки на розе сейчас середина июля роза обрезана на две трети остались одиночные побеги они доцветают и никак не хотят уходить и спасибо им за это спасибо роза высотой метр куст очень раскидистый подвески не требовал крем абанденс достаточно здоровая листва и роза в целом здорово шипы есть еще один представитель светлых тонов белая роза спрей snow dance в этом году она неожиданно высокая 90 сантиметров куст шириной до 70 сантиметров хорошо выдерживает дождь ветер солнце и долго цветет две недели уже украшает сад роза snow dance очень она мне нравится прекрасная роза с другого ракурса кстати шипов на розе почти нет кусту три года знакомый и любимый многим аспирин я не могу сказать что питаю какую-то особенную любовь к этой розе у меня два куста и вот такое ощущение вот есть и есть и хорошо а наверное если покопаться в себе если вдруг не станет этой розы в саду мне кажется будет грустно и я буду ее восстанавливать раскидистый куст отцветает немножко грязновато раскидывает побеги во все стороны видимо нужно ее подвязывать но я не подвязываю она находится между двумя достаточно плотными кустами крем абанденс и pride and prejudice вот pride в кадре я к нему сейчас вернусь так что я думаю аспирин подвязывать и в дальнейшем не буду роза очень обильная много побегов начала цветение позже остальных из всей этой когорты светлых роз самый первый пионер это роза крем абанденс она в кадре возвращаюсь к аспирину вот такая роза и кстати этот уголок украшает собой восточная лилия белого цвета сорт не знаю и скоро она распустится итак pride and prejudice роза выше всяких похвал долго цветущая обильная устойчивая к осадкам к солнцу граду вот так отцветает розы эти цветы две недели есть небольшая грязнинка если можно так выразиться но она абсолютно не критично на мой взгляд у нас обильные дожди время от времени выпадают и сильные ветра кусты мотает из стороны в сторону результат на ваших экранах вот так выглядит роза высота почти метр куст шириной тоже метр даже больше замечательная роза шипы присутствуют и большие а рядом моя любимица рококо нежнейшая и красивейшая роза с большими цветами маломахровыми с еле заметным хотя заметным время от времени розовым румянцем теплым розовым румянцем вот такая изумительная роза с приятным ароматом с начала я ее не подвязала перед первой волной цветения в процессе цветения выяснилось что нужно подвязать дожди все-таки розу раскладывают в разные стороны и я поставила два железных прута куст очень раскидистый высотой сейчас в середине июля к концу первого цветения метр десять думаю ко второму цветению он будет еще выше а цветает вот таким образом шипы есть на этой розе редкие но значительные всем показанным кустам три года никаких особенных болезней они не цепляют только те которые иногда поражают весь розарий в целом здоровье приличное у этих роз провожу регулярные обработки профилактические фунгицидами и от вредителей кстати в этом году в обязательном порядке сделала две профилактические обработки спинтером от трипсов в прошлом сезоне в частности роза ракоко очень страдала от трипсов очень мне не понравилось наличие этих насекомых и я решила от них избавляться заранее их нет в этом году подкормки также регулярные стараюсь это делать каждые две недели в зависимости от возможности конечно если идет дождь через две недели подкормка откладывается и бывает на неделю об этом я не переживаю все равно все произойдет роза рококо на этом свой обзор светлой части переходного розари дорогие друзья я заканчиваю спасибо за ваше время добра здоровья и мира всем заглядывайте до встречи до встречи до встречи до встречи